Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» я и ведущий священник Сергий Рыбаков. В двух предыдущих наших передачах мы беседовали о семье, о браке, о женском служении, о том, как в брак вступить правильно, как нужно, каков алгоритм действий для юной православной девушки, чтобы в брак вступить и уже из него не выходить. И вот сегодня третья наша беседа, третья наша передача будет посвящена замужеству, то есть уже пребыванию в браке и материнству. Каковы основные действия, основные аспекты служения, уже находясь в браке для православной женщины. В нашей студии вновь матушка Ирина Рыбакова и Елена Ивановна Шидарева. Здравствуйте, дорогие мои! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну вот, тема действительно интересная, тема насущная. Давайте мы с вами перейдем уже непосредственно к ней. Вот молодая девушка все соблюла. Вот молодая девушка нашла того, кому она захотела быть преданной. Вот уже благословение родителей получено, вот уже в ЗАГСе печати поставлены, вот уже в церкви прозвучала самая важная, да, тайно-совершительная формулировка «славую и честью венчай их». Вот они уже венчаны, мчатся на своем кортеже, где-то фотографируются, все. И уже наступает следующий день, когда вдруг в определенный момент им приходит четкое понимание того, что они уже не невеста и жених, а не муж и жена. И начинают они уже кирпичик за кирпичиком, если это мы действительно говорим о таком духовном делании, кирпичик за кирпичиком, они строят здание своей малой церкви. Какие есть подводные камни? Вот, давайте вот мы, наверное, об этих подводных камнях поговорим, потому что очень часто именно об этих подводных камнях рассуждается меньше всего в ЗАГСе, еще меньше об этом думается во время таинства венчания. Вообще об этом не думается, когда ты сидишь в кафе, и тебя держат за руку, тебе подарили букет цветов. Вот, и в этой связи я, ну, так тоже для затравки, напомню то, о чем мы говорили во время предыдущих наших встреч и бесед. Женщина проходит несколько стадий, мужчина тоже проходит стадии жениха, мужа, отца. Я всегда люблю на эту тему говорить, что брак именно поэтому называют браком. Вот то, о чем мы с вами говорили в прошлой беседе, да, хорошее дело браком не назовут. Действительно, брак называют браком еще и по той причине, что очень много рисков. То есть, когда молодая девушка вступает в брак, она знает молодого человека, а он, в свою очередь, ее знает, только в качестве невесты, то есть молодой девушки. Она его знает в роли молодого человека. Она его не знает еще, каким он будет мужем, потому что каким он будет мужем, она узнает только тогда, когда все уже отпоют, брак совершится. Так же, как она и не знает, каким он будет отцом, пока не родится ребенок. Вот, он может красиво говорить, красиво играть, но когда родится первенец, вот, как только родится ребеночек, как только он перестанет давать спать по ночам, вот, вернее, наоборот, ну да, начнет не давать спать по ночам, он сразу и раскроется во всей своей красе. Поэтому очень многие вещи становятся неизведанными, непознанными, и эти подводные камни все-таки таятся. Но, опять-таки, мы в прошлый раз с вами сказали о том, что здесь важно предъявлять все претензии к себе, поэтому мы сейчас не будем говорить о том, какие все мужики, вот, а давайте поговорим о том, какие есть подводные камни для самой православной женщины, вот, когда она вступила в брак, как вам кажется? Ну, давайте, как всегда, Елена Ивановна, как психолог, пусть задаст. Ну, я здесь должна не как психолог. А я думаю, что, ну, у каждого из нас есть выбор, да? И в этом случае девушка, ну, уже жена, она тоже может выбирать. И здесь я говорю не только о православной женщине, да, жене, а просто о жене, вот, которая проснулась утром, уже жена. Жена, ей нужно строить семью. Вот, и у нее есть выбор тогда. Или она будет проявлять свою волю наравне с мужчиной, и сражаться с ним за первенство в семье, и отстаивать, ну, что называется, свои права. Или она решит для себя, что она за мужем. Совершенно верно, да. И строить уже дальше. И то, что она за мужем, будет всю оставшуюся жизнь до конца дней своих на земле. Вот. И исходя из этого, конечно, уже все, что она будет, каким образом она будет действовать, каким образом она будет строить отношения, каким образом она будет воспринимать недостатки или какие-то экстремальные ситуации в семье, будут зависеть от этого. То есть, вот, основополагающее. Ну, вот я как бы так вот... Вот в молитве «Таинство венчания» есть интересный момент. Ну, я... «Таинство венчания», вообще, когда совершаю, я стараюсь толковать его, то есть людям очень важные вещи сообщать, потому что в них жемчужины вот важного опыта. Так вот, есть интересный момент. В одной из молитв священник просит, «Дай, Господи, силу, дай, Господи, благодать быть жене в покорность мужу своему, а мужу быть во главу жене своей». То есть, это очень интересный момент. Здесь речь идет не о расстановках, вот, иерархических, что она должна подчиняться, а он должен командовать. А речь идет о том, что это вообще Божьим благословением дается некая сила. Сила мужчине принимать правильные верные решения, быть мужественным в браке, а женщине дается высшая сила быть ему помощницей. То есть, интересно то, что когда Господь творит женщину, описывается это в книге «Бытие», там употреблено еврейское слово одно, которое на русский язык переведено, «И сотворим жену соответственно ему». Вот это вот «соответственно ему» очень зависит от контекста, в который помещается. То есть, это слово одно, но в зависимости от контекста оно может переводиться по-разному. Либо помощница, либо та, в которой он будет постоянно спотыкаться. То есть, будет спотыкаться, и она будет таким камнем претновения для нее. Поэтому для нее, конечно, важна такая сила божественная, быть послушной, вкратчивой и кроткой со-служительницей мужа своего. Вот в этой связи вопрос такой. Вот случилось так, что муж не повзрослел. Ну вот, божественная благодать, может быть, на него сошла, но он ее не воспринял, как плохой радиоприемник, не воспринимает волны летящими в него. Вот есть то, о чем вы сказали, Иван, да, то есть не исправлять, не изменять мужа, а следовать за мужем. Но как вот все-таки быть, когда вдруг в семье семья остается без головы? Вот нет головы, вот инфантильные. Это, кстати говоря, тоже болезнь современных мужчин, мальчиков, инфантильность какая-то некая. Мальчик хочет что-то сказать. Да, я просто думаю, что жене не надо брать просто на себя больше, чем ей положено. Женщины, они часто сами делают мужчин инфантильными тем, что на себя вот сгромождают и несут. Ну иногда просто приходится это делать, это я понимаю. Когда в семье есть, ну как бы, я опять уже к детям перехожу. Ну то есть, я просто, знаете, вспомнила такое, что короля играет придворная. То есть, как только король, когда он находится один в комнате, он просто обычный человек. Но когда в этой комнате находятся придворные, и они строят отношения как с ним, как с королем, а не как с обычным человеком, то невольно он появляется, естественно, он становится королем. Относительно вот этих. Это очень важная тема. Выстраивание уклада. Вот главная задача женщины в браке. Уклада, ну а что такое уклад тогда? Вот православный уклад это, вот матушка для тебя, православный уклад это. Ты вот строишь, у тебя вообще очень тяжелая доля, я тут без иронии говорю, равно как и у многих батюшек. Ну для зрителей наших поясню, когда священника рукополагают, вот колечко священник не носит кольца. Вот у тебя кольцо есть, а у священника кольца нет. Это кольцо у него снимают во время таинства рукоположения. То есть ему говорят, все, отныне церковь твоя невеста, церковь твоя жена. Очень часто выстраиваются отношения именно так. То есть, ну по крайней мере, священник, муж на службе, в храме, особенно вот если брать там страстную седмицу, вот весь день с утра до вечера приходит, уходит рано еще все спят, приходит поздно уже все спят. Вот что делает в этот момент православная жена, как она выстраивает православный уклад, в чем он заключается? Потому что, я уж прошу прощения, что я так вот инициативу на себя перенимаю, я ухожу, например, вот если говорить о себе абсолютно спокойно, закрываю дверь, у меня нет ощущения, что дом в ненадежных руках. В чем заключается православный уклад? Чтобы муж уходил спокойно во внешний мир, убивать маму. Ну да. Ну, прежде всего в том, что есть глава семьи, да, и все члены этой семьи это понимают, дети, жена, они понимают, что ждут папу, папа главный, папа садится за стол, папа первый берет ложку, вот первый получает свою тарелку самую лучшую, вот. Потом я считаю... Ну, то есть вот это вот, то, что назвала Елен Ивановна, да, выстраивание этой самой свиты, которую делают короля, ну да. Это первая задача. Да, потом, ну, распределение, наверное, обязанностей, то есть вот я, опять же, по своему опыту, не знаю, как это должно быть, но то, что внутри дома все ложится практически на плечи жены, вот, а то, что вне дома ремонт, зарабатывание денег, это все-таки, ну, самая главная задача мужчины. То есть женщина, она может ему помогать, если она хочет, там, работать, зарабатывать, вот. Но думать о том, что семья будет есть, вот. Жена приготовит из того, что принесет муж. Ну, я, вот, мне кажется, что вот так вот должно быть. Ага, ну, вот, а если мы говорим именно о выстраивании уклада, то автоматически мы переходим к воспитанию детей. Вот. Очень сложная задача стоит перед православными именно, да. Почему? Потому что, ну, не православные, они заморочены на чем? На всяких ранних развитиях. Отдать ребеночка, чем раньше, тем лучше на английский, на математику, впихнуть его в систему всех тех учебных заведений, закрытых учреждений, садиков, школ. Но самое главное, чтобы он интеллектуально, мощно развивался, чтобы уже, там, к пяти... Чтобы он был конкурентно способен. Да, и успешен. А еще неплохо бы, чтобы этот ребенок не позорил меня. Вот. А лучше всячески подчеркивал мою значимость и авторитет в моих собственных глазах. Ну, вообще-то и православным тоже об этом, они мечтают об этом. Да, но только... Гордиться. То есть это по-другому, наверное, занятие. Да. Все хотят гордиться своими детьми. Так вот, как воспитать православ... А, вы правос... Да, я, прошу прощения, перебил сам себя. У православных встает задача, помимо вот всего этого прочего, научить детей молиться. А вообще, если убрать это все, что научить? Научить молиться, поститься, научиться ходить в храм. Прежде всего, научить любить Бога, богослужение, церковь, ну и так далее. Все, что с Богом связано. Чтение богослужебное, там, и не только богослужебное, духовная литература. Вот как это сделать? Я думаю, первая задача у родителей православных, это все-таки не насильным путем, не подавляя ребенка, но научить послушанию. То есть вот когда ребенок проходит через опыт послушания, тогда он способен будет и учиться, и брать то, что ему нужно, то, что как бы вот, то, что его, его нож, его крест, и там, и развитие всевозможных достоинств, это все равно вот этот путь через послушание. А опять же, послушание, я думаю, детей, формируется, ну опять же, все по подражанию. Если у родителей взаимоотношения складываются правильно, то есть мужчина подчиняется, ну если так можно сказать, он подчиняется Господу Богу. Да, это так и есть. Да. Так и есть. А женщина подчиняется мужчине. То есть основная задача-то для мужа, конечно, это привести, это вот высокая задача, которая иногда меня пугает, когда я с ней соединяюсь. Это то, что действительно мне вверено счастье, ну на данный момент четырех людей, если рождаются еще дети, то там и больше. Счастье, то есть я должен, во-первых, осчастливить, вот, а самое главное счастье для них и для меня – это быть с Богом. То есть я, по идее, должен к Богу привести. Да. Безусловно, муж подчиняется. Ну еще, конечно, такой момент, вот этой гармонии внутри семьи. Опять же, ну мы говорили уже об этом, что жена подчиняется мужу, а муж заботится о жене. Вот когда дети видят это подчинение, ну смирение, подчинение и заботу, то есть это такие взаимосвязанные очень вещи, тогда им очень естественно вот это послушание, им очень удобно в этом послушании. Это я уже как психолог говорю. То есть детям, ну они комфортны в этом послушании, и они могут развиваться очень полноценно, потому что они не хватают все, что, все многообразие этого мира, все, что льется отовсюду, да, и в этом хаосе они не знают, что выбрать, и, ну, то есть не врос, здравствуйте. Вот, а, то есть им спокойно, и тогда они могут приобретать вот эту основу, быть уверенными в жизни, у них есть тылы, у них есть кому прийти поплакать, и есть кто, на кого оглянуться, чью улыбку встретить. Ну вот у нас есть перегибы, в том числе в православной среде, считают, что вот как только ребенок начал говорить, он должен сразу знать отче наш, например. Вот матушка, заставляешь мое отсутствие детей читать молитвы? С розгами. С розгами, да, или как? Как вообще вот научить, например, детей молиться? У меня есть ответ, я, может быть, вот откомментирую, если... Только-только собственным примером. Потом я думаю, что и научить детей любить Бога нельзя. Я уж прошу прощения, тут вот собственным примером. У нас огромное количество христиан молится так, что после этого не хочется молиться вообще. Нет, 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 но есть еще, конечно, три золотых правила педагогики, да, это иногда запрещать, всегда ограничивать и никогда не давать, вот прям. То есть у нас... Никогда не давать как? Ну, никогда не заставлять, вот. То есть это относится и к музыке, и ко всему остальному. И я думаю, что в церкви то же самое. То есть когда детей силком тащат в храм, вот, заставляют молиться, заставляют там... У нас есть знакомые семьи даже, когда ребенок, например, что-то напроказничает, его заставляют просить прощения у Бога. Когда ребенок... Ну, причем на колени вставать, вот. То есть когда ребенок этого до конца сам не понимает даже. Вот. Я думаю, что это самый, что ни на есть, антимиссионерский ход. Если ты хочешь воспитать атеиста, то это вот самое прямое действие, вот, движение туда. Заставлять ребенка... Ребенок будет ненавидеть эту икону, перед которой он стоит на коленях, он будет ненавидеть Бога на этой иконе изображенного. Ну, сначала он будет подчиняться, потому что ломаться будет его гордыня, гордость, а потом чувство собственного достоинства выстрелит так, что, я думаю, что он выпрямится когда-нибудь в полный рост, уже когда его на колени не поставишь, хлопнет дверью и уйдет. Ну да. А еще вот... Но, тем не менее, здесь тоже нужно совсем уж так свободу, я считаю, все равно давать детям не надо, потому что, вот, например, как Ирина Шова говорит, да, в своей книге «Православный психолог», она говорит, можно, например, ребенка, если он не хочет идти в храм в воскресенье, вот, он устал, может быть, он хочет поспать, он может не идти в храм, но тогда он должен выполнить какую-то работу по дому, то есть не сидеть и смотреть мультики, вот. Вот, он может попозже встать, но что-то сделать полезное дома, то есть не развлекаться, не гулять, ну, есть выбор. Иногда это можно позволить ребенку сделать, вот. А вообще, как бы, то, что мы делаем, наверное, со своими детьми, мы стараемся им создать такую среду на приходе, куда им хотелось бы идти, делать воскресную школу, устраивать какие-то праздники, вот. Ну, вот, да, я просто думаю, что вот эти взаимоотношения, которые родители намерены сформировать, они должны быть связаны с радостью все-таки, потому что вот это ощущение радости, оно в православии, ну, как бы, неотъемлемое. И, то есть, если ты уже это понимаешь, то тогда ты уже действительно находишься в храме, ты можешь считать, что ты в церкви находишься уже, и вот я так воспринимаю. То есть, нужно, как бы, вот, дойти до этой радости, до этого состояния радости в православии, в вере. Это как раз, наверное, если резюмировать, это, наверное, есть самая главная задача жены в браке и жены как... и матери в семье. Да, то есть, суметь... Ну, не вечный праздник, да, мы должны здесь вот сказать, что не праздник создан, а именно вот ту самую тихую радость. Да, это не развлечение. Ту самую тихую радость. А это радость, опять же, от труда, от молитвы радость. То есть, это, ну, вот, нечто, что, наверное, не создается вне храма никогда. Вот этой радости невозможно испытать вне храма. То есть, там другие какие-то, ну, не знаю, другими словами называются. Нужно ли наказывать детей? Вот нашкодили. Хорошо, мы сказали, что перед иконой ставить нельзя. Вот я сейчас вспомню, у меня есть знакомая, вот, церковленная семья, очень достойные люди. И вот, ну, много уже лет назад, когда дочка у них, маленькая дочка, что-то напроказила, и мама ее, ну, слегка так, но она отшлепала ее. Ну, так назидательно больше. И тогда дочка говорит, мама, как ты можешь? Детей бить нельзя. Ну, то есть, как ты, Господь Бог тебя накажет? Тогда я маму сказала, это мое, как бы, мои отношения с Господом Богом, но лучше я тебя остановлю, чем тебя будет останавливать Господь Бог. То есть, вот такой выбор был мамы. То есть, она взяла на себя эту миссию, она готова ответить перед Господом за то, что она, как бы, вот останавливает, ну, достаточно, ну, может быть, грубо или не грубо, там, свое дитя, но она взяла, то есть, она наказала в данном случае своего ребенка для того, чтобы ребенок не пошел неправильным путем и не ушел туда, куда, где ему будет плохо. То есть, родители берут на себя эту ответственность. И, ну, самое главное, не испытывать злобы, конечно, агрессии. Вот это, наверное, самое главное. Уйти от злобы, от агрессии, все равно, главное чувство, которое двигает нами в любых действиях и поступках, это все равно любовь и принятие. А вот, знаете, есть еще такая тема, когда вмешивается в дело воспитания кто-то сторонний. Вот, ну, главным образом это бабушки, дедушки. Я прошу прощения, батюшка, а может быть, матушка вот хочет ответить на тему наказания? А наказание? Ну, давай, матушка, а наказание? Нет, ну, я готова продолжить, ну, беседу нашу. Вот, то есть, про наказание я с вами согласна, мне, в принципе, нечего дополнить, что наказывать, конечно, детей надо. Надо. Но только здесь важно понимать, что наказание не всегда связано с физическими увечьями и так далее. Нет, конечно. То есть, наказать можно лишением чего-то. Не переставая их уважать, ценить, любить, беречь. Да, иногда родителям самим сложно наказывать детей, не хочется этого делать, жалко детей. То есть, это тоже в какой-то степени тоже крест. Ну, вот не так много времени осталось-то вот все-таки, да. Вообще, в принципе, здесь я даже, может быть, расширю вопрос обобщенно. Потому что иногда не только в дело воспитания, в принципе, в дело вот молодых лезут родители, что называется, да. И очень часто именно они там все топчут, портят и сталкивают. Вот что мы можем посоветовать в данной ситуации именно женщине, ну, которая, например, выстраивает свои отношения со свекровью? Ну, сложная достаточно тема, да. То есть, это тоже такой крест родителей мужа или родителей жены. Это тоже такой крест, который нужно нести. Мудрость, наверное, только свою какую-то. Мудрость свою. Получаем. Но я так думаю, что просто у нас совсем мало времени. Я, прошу прощения, вопрос задал, а подумать не дал. Ну, вот на мой взгляд, здесь же все в Евангелии, все в венчании сказано, да. Когда венчают молодую пару, ей неоднократно напоминают слова, что она должна отлепиться от отца и матери, он должен отлепиться от отца и матери, прилепиться к мужу или к жене и быть вместе, плоть единой. Это не значит, что родителей не надо уважать, не вставить их ни во что, вот. Но дело семьи. Вот в какой-то момент, раз, иерархия выходит на более высокий уровень для этой женщины. Как выстраивается иерархия для невесты, то есть для незамужней? На первом месте, если мы берем верующих, на первом месте Бог, на втором месте семья – это родители и ближайшие родственники, брат, сестра. Вот, на следующем там друзья и так далее, на одна, на последнюю. Когда иерархия призвана поменяться, на первом месте должен быть Бог, все-то на том же месте, да. Потом должен быть муж, он на место родителей приходит. Родители сдвигаются чуть ниже в этой иерархии. Вот, мне кажется, это один из способов решения его вопроса. Вот к этому еще хочу. Я недавно прочитала эту мысль, что о том, что когда создается новая семья, то забота о своих родителях и о родителях жены все равно переходит к мужу. То есть к новому, то есть к новой главе семьи. И то есть это все равно есть забота мужа, заботится и о родителях, и о тех, и о других. Ну, а так как жена, ну, то есть они состоят в пару, они едины, то все равно остается этот, за ними это как-то обязанность. Она все равно. В этом случае, если муж это понимает, то я думаю, что родители не будут вот так влезать вероломно в семью, когда они будут получать необходимое внимание. Все понятно. Спасибо за ваши ответы. Тема действительно безбрежная, поэтому вопросов много, и поэтому эфирного времени нам не хватает. Спасибо и до свидания. А с вами, дорогие друзья, мы тоже прощаемся. До скорых встреч. И дай Бог, чтобы вот то, о чем мы сегодня с вами поговорили, было уложено как некий закон, постулат и в ваших семьях. Ибо это и есть опора, это и есть основание для твердой счастливой семьи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok